Давно я хотел снять это видео про эти лыжи про Россиньол. Дошли у меня руки, хватило времени, сейчас сниму. Я не буду говорить плохие лыжи, хорошие они, но это лыжи мои, я просто хочу о них рассказать. Во-первых, почему Россиньол? Потому что, ну, года с 15-го, наверное, я заметил, что многие, вот у нас в частности, люди, кто тренируется, стали переходить на эти лыжи. Покупать лыжи Россиньол, это произошло с их доступностью, так как в магазине Триал, у нас их два в областном центре. Вот, у них договор с Россиньол, они возят, возят ботинки, крепления, лыжи, палки. Раньше одежды было много, Россиньол, сейчас ее уже не возят, ведь мы не выгодно. Вот, они возят эти лыжи. И лыжи прошлых лет у них стоят со скидкой 50%, вот, и больше и больше ездят. Я задумался, почему бы мне не попробовать лыжи Россиньол, что это такое, как они работают. И, в общем-то, я задумался, а если я задумался, я уже хочу ощутить данную идею, данную задумку. Я, в общем-то, решил купить эти лыжи, я купил в 17-м году, по итогам сезона, 16-го, 17-го, приобретены у меня были 1 апреля. То есть, я, в общем-то, взял в триале последнюю пару в такой Ростовке, Ростовка у них 186, Ростовка, вот, последние пары, пара под мой вес. Я приехал, забрал эти лыжи, я подразумеваю так, что 15-го, 16-го года, вот, они первый год пошли в таком дизайне. На тот момент данные лыжи были просто Эксиум и Эксиум Волд Капсирия. Вот, премиум еще не было, на Кубке Мир, мне кажется, они появились только в следующий год, вот, это, то есть, были вторые лыжи сверху. Почему я не взял Волд Капсирию? Да просто потому, что, во-первых, я не знал, что это такое, во-вторых, Волд Капсирия стоила порядка 22 тысяч, ее в такой Ростовке не было, была 191, Ростовка. И поэтому 191 Ростовка для меня много, я решил не рисковать и не брать, а взял просто такие лыжи попробовать, что они из себя представляют. Поехал я в Триал, купил эти лыжи, лыжи были просто, просто в таком пакетике, в слофане одеты, вот, я сразу вынул их, пришел к машине, я посмотрел, в общем-то, я в них не нашел ничего, никаких косяков, кроме одного, я не знаю, что это за косяк, вот мы сейчас его увидим, вот, не на этой лыже, наверное, сейчас я вам покажу, вот, то есть, даже и косяк ли это, я не знаю, я его, конечно, видел потом, вот он, вот, вот эта штучка, такая, вот склейка, вот она идет, вот, вот с этого ракурса, что это такое, я не знаю, кохит есть, но вот на другой лыжи такого нет, вот, и еще один ляп есть такой, но даже не знаю, как ляп, назвательный ляп, сдвинут у них наклейка, то есть, вот, тут черная, вот сколько отступлено, отступлено наклейка, а тут прям в самом уровне идет, то есть, чуть-чуть наклеечка сдвинутая, сама вот, когда делали, лак, видим лак, краску наносить, трафарет, вот, больше ничего, никакого отрицательного момента я не нашел, лыжи сделаны вообще, ну, по тем временам вообще прогрессивный такой был прорыв вперед, мне так понравились, такие агрессивные, красные, такие надписи, прям вот, ну, четкие лыжи, прям вот, я пришел, думаю, ну, это, ну, самое то, что есть, вот, потом, как я их заказывал, у меня даже был договор, я его выкинул, чек, ну, сто ли, где-то 15 тысяч, сто, ну, где-то, вот, не буду врать, не помню, вот, по этикетке, вот, у меня остались, я наклеечки, одна лыжа у меня была на 76 килограмм, другая на 80, вот, обе наклейки у меня целы, по мне, по тем временам, но сейчас по мне 76 килограмм, в конце зимы 75, в начале зимы всегда 80, по мне 79-80, то есть, эти вот лыжи как раз для меня, я бы не сказал, что они там вот очень жесткие, супер жесткие какие-то, потому что вот, там у меня лыжи сдвинуты, ну, в 7, вот эти лыжи у меня сдвинуты в минус 1, значит, я сдвинуты в минус 1, вот, в минус 1 крепость сдвинуты, вот, они мне самые то, то есть, они, если я уже сдвигаю в минус 2, я уже курсовую ловлю, то есть, в принципе, лыжи вес, их не надо там брать, ни больше, ни меньше, потому что я часто слышал такие утверждения, что рассиньол, вот, какая у них есть вес, вес указанных, промеры, то есть, промеры берите на 5 килограмм меньше, вот это будет под вас, нет, это неправильно, это ложное суждение, потому что вот эти лыжи, вот, они то же самое, что мне надо, так, ну, брал я, конечно, С2, универсальную структуру, я их выбирал, такие С2, вот, что, мне показалось, ну, я их, конечно, уже 1 апреля купил, я их уже не эксплуатировал, я ждал до следующей зимы, и мне вообще казалось, вот, придет зима, придет декабрь, я их расчехлю, я их, как, это, как плечу на них, плечу, ну, в общем-то, я парафин сам нанес, я снял парафин в декабре, вот, пришла, пришла хорошая погода, нифига их на них не плетел, не плетел на этих лыжах, и мало того, они меня белели, сидели, даже если я приезжал 10 километров, они меня вообще сидели, сидели, я их щеткой тер, мог 20 проходов щеткой пройти, 30, чтобы всю эту белизну убрать, вот, далее, что было у них еще, лыжи вообще не ехали, они ехали на старый снег, вот, сейчас весной снег замерзнет, так пустят, замерзнет, так пустят, снег такой крошкой, крупой, и вот, когда у нас солнце греется, вот, они летели, ну, в такую погоду летят все лыжи, и они у меня ехали, вот, старый снег, минус 4, минус 7, вот, когда снег шел новый, падал снег, ну, они вообще стояли, я даже со спусков на них, с таких вот, с небольших спусков по логике, я на них даже останавливался, я покупал парафин для нового снега, делал, бесполезно, вот, я стал читать, ну, я и раньше читал, что вот, обкатка, там, 33-300 километров, обкатка, ну, в душе-то я знал, там, мозгами-то, что, в общем-то, сейчас такой шлиф делают, таких высоких технологий, что нет никакого ворса, что никакой обкатки не надо, как раньше, парафин, там, тугоплатки снимали, ворс снимали, ну, нет такого, но все-таки я в душе надеялся, что вот они побегут, они побегут, но не побежали, не побежали через 1000 километров, вот, сейчас на этих лыжах пробег у меня больше, чем 3000 километров, до начала этого сезона был 2600, вот этот сезон я набегал, я на них набегаю половину, всего километража, сколько на всех остальных лыжах, вот, это не побежали, я чушь сделал, мне пришлось их циклить, то есть я взял цикли, я стал их циклить, вот, в данный период эти лыжи, вот, я на них вчера пробежал 25 километров, вот, они нигде не белые, они ничего не белые, я их даже не чистил, я их не обрабатывал специально, вот, вот, это вот, я их отциклил, и после этого у меня лыжи поехали, поехали, я не скажу, что поехали на 5, но у меня на 4 едут всегда, и на новый снег, и всегда, и причем мне даже очень нравится, вот, вот, и вот за все время службы, вот, считаю, уже почти 4 года, у меня нет вообще на них косяков, никаких, вот, где-то есть один был, но это был до циклевки, я на что-то встал, вот, ну, вот, вот, если вот это взять дефект, назвать, что я где-то вот цепанул, вот, ну, вообще нет, ну, конечно, я отношусь бережно, ну, и все равно, такие вот, нет ничего такого, вот это вот, есть тут какая-то вот царапинка, но это она не глубокая, я вот в этом году ее заделал, ну, вот, аккаунт чуть-чуть, но это от жесткого снега, я потому что их щеткой не чистил, вот, и, в общем-то, сейчас у меня к ним вообще претензий нету, ну, пробег там 30 с лишним тысячи, вот, дальше, вот, про подбор по весу я сказал, что 5 килограмм, это все нереально, надо подбирать, какой вес, какой подбирать, дальше, по работе лыж, работа лыж тоже мне, вот, я не хвалю их, не ругаю, я просто говорю то, что думаю, работа лыж у них очень своеобразная, то есть эти лыжи подразумевают собой какую-то агрессивную езду, вот, они у меня прогрессируют к агрессивной езде, вот, это лыжи, в общем-то, из того, что они, наверное, жесткость у них такая курсовая, если ты едешь по ледяной лыжне и ледяные уже у тебя сделаны, вот, от конька вот эти вот завалы, там вот, следы, если ты вовремя ногу не поднял, не вышел из этого следа, они у тебя сами не выйдут, то есть ты можешь просто завалиться, вот, дальше так же на спусках, если ты спуск, идешь на спуск и поворот, если ты переступанием не подрулишь, ты также можешь с трассой слететь, потому что лыжи сами не подвернут, если вот фишер, они подруливают сами, вот, ты можешь подрулить не переступанием, на этих уже ты не подрулишь, но зато как они спускаются с горы, когда тут едешь с горы со спуска, под колодку у тебя шумит снег, прям такое ощущение, такое клевое, мне прям очень нравится это ощущение, вот, то есть и в гору, по работе в гору с фишером не сравнить, если заходить в гору, ну, просто под каждую ногу даже, или двухшажным шагом, не спеша, просто едешь, мне кажется, ощущения нет никакого, но если сбегать со скоростью, там, прям вот, чуть-чуть не бегом, то эти, конечно, лыжи срабатывают лучше, мне вот нравится, даже вот хочется иногда в гору ускориться на этих лыжах, вот, потому что, ну, очень они мне нравятся, вот, в этом плане, ну, конечно, я их не хвалю, вот, также дальше, вот, есть, с чем вот их сравнить, меня спрашивают, там, с чем сравнить, вот, там, вот, не едут они, едут, но, с чем их сравнить, эти лыжи стоят, около 15 тысяч, в этом году, этого сезона, то есть не этого, а прошлого сезона, лыжи продавались в этом году, вот, в ноябре еще такие же, вот, тоже, эксиумы, они стоили, у нас, меньше 13, меньше, чем 14 тысяч, 13 900, уже стоит 13 900, но сейчас они уже третий сверху идут, вот, эти 13 900 берем 14 тысяч, я их могу сравнить только с лыжем Fischer RCS, вот у меня RCS, но сейчас RCS уже, они тоже идут не такие, их вывели из топа, то есть у них же тут черным написано, уже черный, они уже не топ, не знаю, для чего это сделано, что брали, может, спидмаксы там, карбонлайты, но уже сейчас RCS тоже другие лыжи, вот, и, в общем-то, они стоят, вы их сейчас самые малые возьмете, это 22 тысячи, их можно было взять в Спортмастере по баллам бонусным, но сейчас Спортмастер тоже такую нам подкинул сюрприз, там или скидка, или бонусные баллы, то есть если вы придете, раньше можно было созвониться, найти FAT, там примерно какой тебе надо, приехать в какой-то Спортмастер, если их много, и там взять эти лыжи, сейчас все, сейчас уже это ушло в никуда, в далекое прошлое, вот, поэтому вот 21 тысяча, 29 и 14, вот, что я могу сказать, ну да, Фишер едет, едет, но тоже вот эти вот у меня едут, а какой-то другой может так же не поехать, но в чем вот, вот, больше вот ретернативы, я не вижу все остальные лыжи там вот нижеклассные, я считаю как-то хуже, плюс этих лыж какой, Россиньола, у них есть промер по весу, вы можете прийти в магазин, и по этикетке вы можете выбрать лыжи, какие вам надо, а лучшие в лыжах, лучшие лыжи, они должны быть подобраны по весу, вы взяли эти лыжи, взяли их за 14 тысяч, если у вас лыжи не поехали, как у меня, там 300 километров, не 400, не 500, вы можете запросто съездить, куда-то сейчас в городе даже нет штаншлифта, вы можете съездить в областной центр, как у нас нижний 100 километров, у нас сейчас два лишь штаншлифта где, поуже делают, я не скажу, что хорошо, я бы там не стал делать, ну я спортмастер в гипермаркете, то есть 1200 там, ну пускай 1400, вам сделают шлифт за 1200, 14 плюс 1200, сами считайте, не хотите шлифт сделать циклевку, вот я сделал циклевку, я лыжу не узнал, вот кто со мной бегает, бегает, я на этих лыжах бегаю часто, они видят как они у меня едут, они не дадут соврать даже, что на этих лыжах, эти лыжи ну и едут, то есть вы получаете там с 15 тысяч уже нормально бегущие лыжи с подобранным весом, вот, и какая тут альтернатива, то есть вот выбирать там в кому-то, кто-то эти выберет, кто-то эти, но в общем, я просто описываю вот эти лыжи и как, что они представляют, это конечно их плюс, дальше вот если я возьму вот эти вот фишера, я возьму вот эти вот, рассиньолы лыжи, то я вам вот соврать не да, вот рассиньол весит меньше, пускай там на чуть-чуть, на чуть-чуть, но рассиньол легче, у меня есть видео, где я сравнил вот эти вот рассиньолы с рассиньол премиум, в ростовке 193 премиум, я говорю, там процентов на 15-20 легче этих, но и ведь в свою очередь весит меньше, чем рцессы, меньше, то есть в принципе лыжи, вот, лыжи как лыжи, просто они у меня есть, ну, я решил об них рассказать, вот, потому что там спрашивают, вот какие лыжи купить, чего, конечно, если есть деньги, если вы там не заморачиваетесь на этом, то надо покупать там верхние лыжи, ну, я вообще не спортсмен, я себя позиционирую как физкультурника, мне не надо там никакие топовые лыжи, я там, в общем-то, не жажду участвовать в соревнованиях, а сейчас ты в соревнованиях уровня города, я и на этих лыжах пробегу, меня это полностью устраивает, ну, там не то, что там, если у меня там есть лыжи, там, 3D, Fischer, там, Speedmax, ну, не буду я себя лучше от этого чувствовать, вот, что-то я не гонюсь вот за этим, я просто хочу проверить, эти лыжи взять, другие, третьи, вот, хочу посмотреть, и поэтому я вот покупаю, я бегаю, я делаю обзоры, вот, ну, может, кому-то будет этот ролик полезен, кто-то, может, сочтет, что это ересь или чушь, но, в общем-то, лыжи надо любить, и любые лыжи у вас при хорошем подготовке, при хорошем к ним отношении побегут, вот, я нашел выход, мы на лыжи добегаем, чего советую вам, занимайтесь лыжами, зима еще продолжается, 13-го в Нижнем Новгороде марафон, в который мы побежим, ну, конечно, я на Fischer, хотя у меня цель добежать, может, побегу и наш семью, вот, кстати, на этих лыжах я тоже бегал старты, бегал старты не один, последний бегал 3-го марта ночную гонку, выбрал их потому, что гонка ночная, вот, что старт общий, что я просто пожалел холм носа, были случаи, когда нас ломали, и причем вот тоже вот, трасса такая, круг полтора километра, я был два круга, трасса жесткая, подъемы, думаю, я выиграю в чем? я выиграю на них в подъемах, выиграю на этих лыжах, а спуски все равно темно, и спуски очень раскатанные, вообще катун был офигенный, хоть Fischer у меня едет на спусках лучше, но я буду оттормаживаться, и Arsenio им ничем не проиграет, Fischer, вот, Fischer я беру когда, когда есть спуски, когда хорошая погода, когда я могу на спусках отыграть секунды, тут, конечно, Fischer, а так, я могу взять Arsenio и на нем прекрасно пробежать, вот, смотрите лыжи мои, смотрите мои ролики, всем пока, приятного просмотра и хорошего кота!